Спасибо. У меня вопрос к президенту Путину. В своём выступлении вы упомянули Каталонию. Мои наблюдения показывают, что обычная независимость достигается тогда, когда какие-то крупные державы или хотя бы оригинальные игроки заинтересованы в этой независимости. Или в том случае, когда никто не обращает внимания на это. В своём выступлении в марте 2014 года по поводу Крыма, где, кстати, я месяц тому назад был и очень мне понравилось там, должен сказать, вы цитировали консультативное заключение международного суда по поводу Косово. Декларация о независимости Косово действительно нарушает международное право. Нарушила международное право бомбардировки Сербии по поводу Косово, ради которого Косово и стало фактически независимой. И мне кажется, что Косово как раз открыло такой ящик Пандоры. Потом независимость курдов в Ираке отвечает чаянием только курдам. И может быть интересом Израиля тоже. Но этого недостаточно. Вся Европа, Евросоюз опасается независимости Каталонии. Мадрид применяет силу, достаточно относительно умеренную силу против сторонников независимости Каталонии. И мой вопрос к вам. Кроме следованию принципа невмешательства во внутренние дела других государств, как могла бы Россия, с одной стороны, помочь урегулированию таких подобных конфликтов, чтобы, с одной стороны, не способствовать такому параду суверенитетов, а с другой стороны, помочь этносам, меньшинствам, чьи чаяни не удовлетворены, властями, большинством или соседами, какая была бы позиция Россия в этих случаях. И я не могу не упомянуть, вы говорили о лихих 90-х годах. И я вспомнил при этом разговор Андрея Косырева с президентом Никсоном о том, что у России нет национальных интересов, есть только общечеловеческие интересы, Никсон очень покачал головой. Спасибо. Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Косырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы такого нет. Что касается вот этого парада суверенитета, как вы сказали, и нашего отношения к этому. Я вообще считаю глобально, что создание мононациональных государств – это не панацея от возможных конфликтов, а наоборот. Потому что после различных разделений и суверенитетов создание моногосударств может привести к столкновениям в борьбе за реализацию своих интересов, вновь создан мононациональный государств. Скорее всего, так и будет происходить. Поэтому, когда народы объединены в единое государство в рамках больших границ, мне кажется, здесь больше шансов на то, чтобы государство проводило сбалансированную политику. Вот смотрите на примеры России. Ведь у нас почти 10% мусульманского населения. Почти 10% – это немало. Причём это не какие-то иностранцы или мигранты. У них другой родины нет. Они рассматривают Россию как свою родину. Это к чему нас побудило в своё время? Я, кстати, был инициатором. Мы стали наблюдателем в организации «Исламская конференция». А это влияет на нашу не только внутреннюю, но и на внешнюю политику. Делает нашу политику как раз более сбалансированной, внимательной к этой части мирового сообщества. И также в других странах. Что касается решения суда ООН, оно у меня есть. Я не стал его просто приводить, потому что не хотел ваше время отнимать. Но знал, что мы будем это обсуждать. И для себя я просто взял, почитал. Здесь же эксперты, вы практически об этом всё знаете. Но я тем не менее напомню. Продолжение следует...